МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Серьезная авария произошла на перекрестке проспекта Ямашево и улицы Мусина. Столкнулись Киа и Опель. Хотя автомобили получили серьезные повреждения, люди в аварии не пострадали. Никто из водителей своей вины не признал. Аварии на этом перекрестке происходят регулярно. И все по одной и той же схеме. С обеих сторон здесь постоянно двигается большой поток машины. Если одни автомобилисты пытаются во что бы то ни стало завершить маневр, другие поскорее стартануть на зеленый. В итоге потом приходится тратить много сил и времени на выяснение виновника ДТП. Ремонт машин. Трогался только. Вот мне зеленый загорелся. Я начал трогаться, потихоньку выезжал. Я со второго ряда трогался. От меня слева еще машины стояли. Мне не видно было из-за них, что там. Они тоже вместе со мной поехали. Они увидели, притормозили, а мне не видно было. Я чуть вылез и это. Он мне снес морду. А вот машины на таком большом расстоянии друг от друга оказались. У вас скорость была большая, что ли? Нет, скорость не большая была. Обычно какой там в эту погоду скорость нет. Автомобиль Киев выезжал на перекресток по улице Мусина. По словам водителя, для него горел зеленый свет. Более того, кто-то из очевидцев даже снял аварию на видеорегистратор и обещал в случае необходимости предоставить видеозапись. Несмотря на все это, второй автомобилист, признавая свою вину, не торопится. Вы выезжали уже на мигающий зеленый? На мигающий зеленый или я по плане на желтый? Вот точно не знаю. Видео надо посмотреть. Он не мог на мигающий, потому что мне загорелся зеленый. И я пока начал трогаться, ему уже по-любому красный горел. Там, ну, без вариантов. Ремонт обеих машин обойдется в круглую сумму. Поэтому наверняка споры по поводу виновника ДТП продолжатся в зале суда. Минувшим вечером с различных улиц города в редакцию перехвата начали звонить возмущенные автомобилисты. Они сообщали, что несмотря на сильный снегопад, дорожные службы занимались ямочным ремонтом асфальта. Горячий битум рабочие заливали прямо в полные водой и снегом у хаба и рытвины. Дорожные бригады были замечены в поселке Дербышки на мосту Миллениум и на улице Даурской. Видя такую работу, проезжавшие мимо водители сигналили ремонтникам и ругались с ними, так как были уверены, что труд этот напрасный, и такая отремонтированная дорога долго не продержится. Вот, кстати, на мосту Миллениум автомобиль Киа выбросило в сторону, и он врезался в новенький паркетник Мазда. По словам водителя Киа Рео, причина ДТП – плохая скользкая дорога. Мужчина рассказал, что на мосту, на крайней левой полосе, он попал в колею. Пытаясь из нее выбраться, потерял управление и протаранил Мазду. Небольшого бокового удара хватило, чтобы японский паркетник, ехавший рядом, развернуло, и он еще протаранил металлический отбойник. Владелец Мазды рассказал, что иномарку приобрел в автосалоне несколько месяцев назад. Хватит ли теперь страховых выплат на ремонт, мужчина не знает. Серьезная авария произошла днем на улице Карла Маркса. Внедорожник Тойота врезался в правый бок Хёнде, который выезжал с улицы Толстого. В результате удара корейский автомобиль отлетел на тротуар и врезался в забор хореографического училища. Никто из людей в аварии не пострадал. Каждый из водителей настаивал на том, что двигался на зеленый сигнал светофора. Крупный пожар произошел сегодня утром на улице Миля. Вспыхнуло большое двухэтажное здание автосервиса. К приезду спасателя огонь успел перекинуться на рядом стоящую постройку. Внутри в это время на ремонте находилось несколько дорогих иномарок. Пока одни пожарные сбивали огонь на кровле, другие вовремя вытащили из здания газовые баллоны и принялись спасать автомобили, ведь пламя распространялось с большой силой и машины могли загореться от высокой температуры. Спасли при мне вот одну машину Opel, еще к нам стояла другая, нет? Volkswagen и Infiniti. Все в здании стояли машины? Да. Кто вы так сказал, пожарные тоже? Пожарные ребята помогли. По словам охранника, за ночь он регулярно делает обход территории. В последний раз он выходил на улицу за час до пожара. Говорит, оба здания автосервиса и токарной мастерской были закрыты на ключ. Доступа к помещению у него нет, поэтому мужчина заметил неладное, лишь когда густой дым уже стал вырываться из-под кровли. Сторож позвонил в 01, а сам побежал к месту ЧП с огнетушителями, но воспользоваться ими не смог. Там огнетушители лежат. Я выжил? Нет. Бесполезно было? Бесполезно, а там оно внутри же горело. Внизу здания надо пойти. В обеих постройках пожарным приходилось работать максимально осторожно. Спасатели опасались, что из-за высокой температуры могло произойти обрушение кровли или даже межэтажных перекрытий. Там электричество было? Да. Как думаешь, что там могло? Пожарники говорят, что электрощиток. Что-то он замкнул. Стало ли причиной пожара короткое замыкание в электрощитовой, еще предстоит установить экспертам. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Еще один пожар. Частный деревянный дом загорелся сегодня ночью на улице Оборонной. Строение было разделено на две части и принадлежало разным семьям. В обеих половинах находились люди, в том числе четырехлетний ребенок. Хотя пожарные сбивали пламя со всех сторон здания, хозяева той половины, куда огонь еще не добрался, просили все силы бросить именно на их часть дома. Ведь считали, что жилье соседей через стенку уже не спасти. Они только пришли, 10 часов, наверное, спать собирались от соседей, дом, дым пошел, они оттуда выбежали. Возгорание началось с правой части дома. В это время там спала пожилая женщина и четырехлетний внук. Повезло, что бабушка вовремя почувствовала неладное. Она наспех одела ребенка и выбежала на улицу. Матери малыша в этот момент дома не было. Она приехала, когда пламя разгорелось во всех комнатах. На веранде был обогреватель. Мы просили его убрать, но его не убрали. Видать, он и замкнул, потому что он постоянно грелся. А мама-то что говорит, именно здесь обогревать началось? Да, она сказала, что она открывает дверь, веранда. А там коробки были, бумаги, документы. Жильцы постройки, где начался пожар, переехали жить в Казань с Камчатки. Пенсионерка с дочкой и малолетним внуком в этом доме временно поселились несколько месяцев назад. Не успели даже толком распаковать вещи. Помимо сгоревших документов, женщина переживала за своих породистых кошек, которые так и остались в горящем строении. А там много приходит? Трое. Вы их на продаж, что ли? Нет, это мои. Одна из сестры, одна моя. Одна у нас, как бы, принадлежала питомник, общая была. А здесь питомник что-то получается? Нет. Питомник это документированное состояние. Просто трое им было. Один из сестры должен быть, одна моя личная. Как знал, что надо было ее забрать. Пока пожарные сбивали пламя, женщина при любой возможности пыталась пройти в дом, чтобы спасти хоть какое-то имущество. Дальше двора ей не дали пройти полицейские, ведь из-за густого дыма и огня находиться рядом было опасно для здоровья. Половина дома, где начался пожар, сгорела практически полностью. Среди наиболее вероятных причин ЧП короткое замыкание в электропроводке. В Лениногорске сотрудники наркоконтроля задержали двоюродных братьев, которых подозревают в сбытии синтетических наркотиков в особо крупных размере. В ходе обыска, который был проведен в квартире одного из задержанных, оперативники изъяли несколько пакетов зельем, расфасованных для дальнейшего сбыта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь свертков. Так, нам нужно будет сейчас каждый сверток откроем, и вам покажем, что там внутри находится. Старший из братьев уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, причем в особо крупном размере. Кроме того, сам он более пяти лет состоит на учете в наркодиспансере. Даже в момент задержания он находился под действием зелья. Я прошу маму, потом все. И на туда и поеду, не знаю. 100 рублей на столе. А где мама? Точно ели. Уверен в этом. Курительные смеси были найдены на кухне квартиры, где и проводился обыск. Большая часть из них была довольно неумело замаскирована под лекарственные травы. В ходе проведения мероприятия у подельников изъяты концентрированные синтетические наркотики и курительные смеси, приготовленные для дальнейшего сбыта. Задержанным родственникам наркодельцам грозит значительный срок лишения свободы. Видимо, торговля наркотиками приносила братьям стабильный и, судя по всему, немалый доход. Вот только старший брат, похоже, забыл сказать своему родственнику о том, что все лица, имеющие судимость за хранение наркотиков, а также их ближайшее окружение, находятся под пристальным вниманием оперативников. И к ним могут прийти в любой день. Оперативники полагают, что собранных улик вполне хватит для того, чтобы в суде доказать вину обоих братьев. Так что, скорее всего, в ближайшие несколько лет они проведут в местах заключения. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра. А далее Алексей Кулешов. Тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова